Девять месяцев наша районная больница работает как ковидный стационар. Когда она вновь станет многопрофильной больницей, когда закончится эпидемия, спросили журналисту Олега Дмитриева, возглавляющего РБ. То, что мы считали тяжелым испытанием в апреле-майе, оказалось, в общем, по большому счету, легкой прогулкой, разминкой, так сказать, перед настоящей работой. Поэтому, однозначно можем сказать, что до лета 2021 года, наверное, ситуация коренным образом вряд ли поменяется. Ведь мы понимаем, да, законы эпидемиологические, они неизменны. И, собственно говоря, уже, наверное, много раз вы это слышали, читали о том, что пока 50% населения не будет иммунизировано, то есть, когда у людей не появится иммунитет, только тогда эпидемия, пандемия прекратится, сама собой. Но, безусловно, в этом отношении, почему так важно было, как можно быстрее создать вакцину эффективную и начать иммунизировать население. Уже через две недели, наверное, после того, как мы стали ковидным стационаром, нам было предложено развернуть дополнительные койки специализированные. То есть, для пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией или подозрением на коронавирусную инфекцию и другими острыми актуальными заболеваниями, в частности, инсультами, инфарктами, проблемы хирургические, урологические и проблемы акушерства гинекологии. Потом у нас еще добавились дети, а теперь у нас еще есть детская хирургия, четыре койки. То есть, у нас, по сути, я, наверное, не ошибусь и не соврусь и скажу, что у нас единственный стационар, и есть четыре хирургические койки для детей. И вы понимаете, что по вот этим направлениям мы эксклюзивный стационар. Ну и в части касающихся, я могу сказать, что специализированных коек для лечения ковида и инсульта, таких стационаров всего несколько, как и для лечения ковида и инфаркта. Поэтому мой прогноз следующий, что, ну, рано или поздно все равно ковидная эпопея закончится, да, и когда-то начнется снижение заболеваемости, снижение потребности такого количества коек и начнут поэтапно стационары выходить из ковида в обычную, скажем так, жизнь многопрофильных стационаров. Я могу спрогнозировать нашу судьбу, мы будем в последнем эшивоне выхода, именно по причине наличия специализированных коек. Про жизнь районной больницы после ковида. Есть ли планы развития и каких отделений изменения коснутся в первую очередь? Сегодняшнюю ситуацию можно, как говорится, оцените одним словом. Война. Война с новой коронавирусной инфекцией. Но, несмотря на вот такую, как бы, напряженную ситуацию, в которой находится здравоохранение всей Российской Федерации и Московской области, ну и наше учреждение, в частности, идет параллельно идет и плановая работа по подготовке условий для дальнейшего роста. То, о чем говорит Павел Павлович, да? Мы сейчас стоим на пороге принятия решения Минздрава Московской области, в которой уже в течение практически месяца работает специально созданная рабочая группа. Ее курирует киечная эльдарная рубочка Драхманов. Эта группа занимается переформатированием пространства по профилю онкологии, масштаба всей Московской области. Да, то есть, на входе понятны были условия задачи. Та медицинская помощь и та работа, которая проводилась пациентом, это очень значимое направление деятельности медицинской, она не в полной мере удовлетворяла современным требованиям, не в полной мере соответствовала современным требованиям. И здесь это касалось длительности ожидания исследований, установления диагноза и скорости принятия решений и многие другие аспекты. И вот сейчас уже рождается на выходе соответствующий приказ, соответствующее распоряжение, которое будет иначе в Московской области маршрутизировать этих пациентов. Будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи, которые должны на себя аккумулировать не одно, а сразу несколько территорий для того, чтобы организовать эту помощь больным онкологического профиля именно в соответствии с нормативными документами. Наши учреждения тоже просматриваются в рамках этого проекта и мы ожидаем, что включение нас в решение этой очень важной задачи в рамках Московской области даст импульс нашему дальнейшему развитию как учреждения. У нас в нашем учреждении из диагностических современных методик на сегодняшний день есть все. Есть КТ, есть МРТ, есть ангиограф. В этом году, в первом квартале, мы значительно заменили, на треть, наверное, обновили парк тяжелого оборудования, в части касающейся рентгенологической техники. В трех поликлиниках у нас новые появились рентгеновские аппараты, маммографы, плюрографы. Мы постоянно получаем, вот уже в ковидной эпопее, мы получали ультразвуковые аппараты для ультразвуковых исследований, причем экспертного класса. Получали эндоскопическое новое оборудование с видеоподдержкой, видеогастроскопы, видеоклоноскоп по программе онкологии. Имиджевые приобретения, которые, как мне кажется, у нашего учреждения случились в ковидную эпопею, они продлятся и на постковидное наше устройство. И, как говорится, вот то желание наших жителей, и не только, кстати, наших жителей, а других жителей Московского гостя, лечиться именно в нашем учреждении, в нашем ковидном стационаре. Эта традиция будет продолжена на наш стандартный многопрофильный стационар. Задачи были поставлены еще в общем-то в 2012 году майскими указами президента, когда были определены приоритеты, были поставлены целевые задачи по снижению смертности по определенным профилям. И там на самом деле в приоритете были болезни системы кровообращения, проблемы онкологии, младенческая смертность. И были созданы федеральные программы, которые направлены на изменение ситуации вот именно в этих профилях, в частности болезни системы кровообращения. Скажем, 15 лет назад, даже не 15, наверное, лет назад, подождите, может быть, 10 лет назад в Московской области существовало, ну, наверное, единичные только сосудистые центры. А сейчас их 14 центров, да? И только на нашей, скажем, оси, Москва-Мытищи-Сергио-Пасад, у нас как минимум два сосудистых центра, это Мытищинский и наш, да? А еще 20 километров от нас, чуть в сторону, это Дмитровский сосудистый центр, да? То есть появилась возможность, появился выбор у тех же бригад скорой медицинской помощи. Есть определенные маршруты, есть временные четкие границы, что, допустим, от двери до баллона, ну, то есть это уже в коронарной артерии, в артерии сердца, должен быть расправлен баллон, должно проходить не менее 60 минут, не более 60 минут, не более 60 минут, то есть, понимаете, если мы говорим об инсульте, вся стратегия оказания помощи современной инсульту строится на, ну, мы сейчас говорим про ишемический инсульт, да, строится на временном промежутке, в 4 часа, от момента появления первых симптомов, человеку нужно ввести лекарственный препарат тромболитик, да, сейчас уже появились селективные тромболизисы, то есть, когда проводник подходит прямо к тромбу в сосуде головного мозга и вводит препарат именно местно, это так называемый селективный тромболизис, и есть уже, и это уже тоже, как говорится, давно, давняя история, тромбоэкстракция, когда тромб извлекают специальной петлей ловушкой и его удаляют, то есть, это все, вот, возможно только тогда, когда вот эта система выстроена, потому что даже от двери приемного отделения до принятия решения на тромболизис, человеку нужно сделать компьютерную томографию, взять определенные анализы, зарегистрировать ЭКГ, собственно говоря, провести визуализацию сосудов шеи, только при вот мощной подготовительной организационной работе это становится возможным. Этот путь уже пройден, параллельно с этим процесс развивается и, скажем, в онкологии, и в других направлениях. Плановую помощь мы с середины июля ее тоже возобновили, мы, в общем-то, сейчас принимаем пациентов терапевтического профиля, у нас есть два стационара, в Краснозаводске и в Бераунской, вот, у нас есть здесь по этому адресу педиатрическое отделение для нековидных пациентов, у нас есть ковидные детские койки, есть нековидное отделение, вот, у нас заработала офтальмология, вот, и мы восстановили плановое оперативное лечение, да, пациентов пожилого, старического возраста в основном, они там оперируются по поводу катаракты, вот, и у нас, что очень значимо, он и не прекращал свою деятельность, оно, это подразделение, онкологическое отделение для химио-физического лечения. Работа в поликлиниках попасть к узкому специалисту бывает непросто, врачи тоже болеют, что рекомендует главный врач районной больницы пациентам. Принципиально в 16-м году произошло объединение, да, в мае 16-го года, когда несколько самостоятельных юридических лиц были соединены в одно образование, которое называется сегодня Сергиево-Пасадская районная больница. И мы на сегодняшний день имеем 8 поликлиник, расположенных в женской, 9-я женская консультация, расположенных в разных, скажем так, уголках нашего городского округа. У жителя, который прикреплен к районной больнице, а житель прикреплен не к поликлинике, он прикреплен к районной больнице в целом, да, у него есть, а, закрепленный участковый врач, да, и есть целый набор врачей-специалистов на разных территориях. Поэтому, если понадобилась помощь медицинская узкого врача-специалиста, он не обязательно, так сказать, должен привязываться только к той поликлинике, где у него сидит участковый терапевт. Ну, в частности, в вашем примере, вот в районной поликлинике участковый терапевт часто входит в зону ответственности, собственно, районной поликлиники, и поэтому я должен ходить, условно говоря, к кардиологу только в районной поликлинике. Да ничуть не бывало. Если на сегодняшний день в районной поликлинике, к примеру, запись кардиолога вся занята, закрыта, да, всего разных причин, действительно, вы правильно говорите, люди болеют, люди ходят в отпуска, у нас еще есть кардиологи в первой поликлинике, в третьей поликлинике, это только в городе, да, ну уж на худой конец, к примеру, есть специалисты там в Краснодаводске и в Ходьково. Точно так же для жителей Ходьково и Краснодаводске. Безусловно, это, ну, не очень удобно, скажем, удобно, конечно, выйти из среднего подъезда, зайти в ту поликлинику, которая в шаговой доступности к тебе, и ты привык туда ходить всю жизнь. Но вот это объединение, оно в том числе дает возможность людям получать помощь вне зависимости от разных обстоятельств.